Здравствуйте! В эфире информационная программа Шарайна. В студии работает Асем Булат Каза. Сегодня Казахстан отмечает День Абая. По этому поводу Касым Жомар Токаев написал в своем твиттере. Сегодня День Абая. Мы возвеличиваем великого сына нашего народа, потому что все его творчество вобрало в себя наше национальное бытие, менталитет и мировоззрение. Мы должны пропагандировать произведения Абая не только внутри нашей страны, но и за рубежом, написал президент. В семье отметили День Абая. Начиная с 2020 года, когда Казахстан отмечал 175-летие великого поэта и просветителя казахского народа, было принято решение его день рождения 10 августа считать Днем Абая. Сегодня утром праздничные мероприятия стартовали у памятника Абая, где представители городской интеллигенции во главе с Акимом Семея Бахчаном Баяхметовым возложили цветы. Ограничительные меры вот уже второй год подряд не позволяют отметить этот светлый праздник полноценным культурно-массовыми мероприятиями. Вот и на этот раз у памятника мыслителю и поэту собрались не так много людей. Это руководители театров, музеи, библиотек, чьи утверждения культуры носят имя Абая, а также ведущие Абайоведы города, научная и исследовательская деятельность которых так или иначе связана с творчеством Абая. Тем не менее, в этот день прошли выставки, конференции, конкурсы, а команда «Казахстан Спид Кубинг Федерейшн» собрала панно из трех тысяч кубиков Рубика. Панно с изображением великого мыслителя появилось в музее его имени. Для того, чтобы его собрать, потребовалось шесть часов. Зазермасат Казахстан, Картолмхан, информационная программа «Шарайна ТВК-6». После возложения цветов к памятнику великого мыслителя и философа, ряд мероприятий прошел в Государственном музее Жидибай-Бюриле. Сегодня исполняется 176 лет со дня рождения великого поэта, философа, ученого Абая Кунамбаева, ставшего общей гордостью казахского народа. В честь этой знаменательной даты в музее Абая был проведен круглый стол на тему «Научная концепция музея Абая». В мероприятии приняли участие представители интеллигенции города, ученые и поэты. Всех их ознакомили с планами развития музея. В статье президента Республики Казахстан Касымжумарда Тукаева, посвященной Хакиму Абаю, Абай и Казахстан в 21 веке, президент отметил, что Государственному историко-культурному и литературно-мемориальному музею-заповеднику Жидибай-Бюриле следует уделить особое внимание и превратить его в центр научной и просветительской работы. В рамках этого требования была разработана новая научная концепция заповедника музея Абая Жидибай-Бюриле. Она состоит из семи направлений. По каждому из них будут проанализированы вопросы, связанные с Абаем, и будут даны рекомендации. В этот день в музее также открылась выставка заслуженного деятеля культуры Казахстана, художника и профессора Нурбулана Утипаева Кюргинем Кюмельдегем. В экспозицию вошли около 60 картин художника и работы из музейного архива. Зайзером Ахсад Казамарат Сагимбаев, информационная программа Шарайна, ТВК-6. По-особенному украсила сегодняшний праздник выставка члена Союза художников и Союза дизайнеров Республики Казахстан, художника, графика, профессора Нурбулана Утипаева. Мастер кистевого искусства Нурбулан Утипаев – это человек, который всю свою сознательную жизнь посвятил развитию живописи. Как говорят о нем искусствоведы, он художник, раскрывший в своем творчестве простые истины жизни, любовь к родной земле, природе, людям и истории. Утипаев – автор более 40 научных трудов и 7 учебников, основатель пяти авторских свидетельств. Выставки художника были организованы в Семее, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Алматы и Нурсултане. Ежегодно его произведения принимают участие в городских, областных, республиканских выставках. На мероприятии в честь Дня Абая коллектив музея поздравил его с презентацией и подарил художнику Чапан особый знак уважения. Избранные картины Нурблана Утипаева на тему Абая – это уникальные полотна, которыми восхищаются зрители. Сегодня художник работает в тесном творчественном контакте с музеем Абая. В фондах музея Абая с 80-летней историей хранятся картины, представляющие личность Абая и окружение гениального поэта. Произведения Нурблана Утипаева хранятся в частных коллекциях США, Японии, Китая, Латвии, России, Казахстана. На выставке Кургин и Мкунгльдегам представлены полотна, которые бережно хранятся в фондах музея Абая. Зазиром Ахсад Казамар Ацагимбаев, информационная программа «Шарайна ТВК-6». Сегодня очередные рейдовые мероприятия прошли в многоквартирных домах, в которых нет органов управления. Это двухэтажные дома в кварталах А и Б, расположенных в поселке Восточный, и несколько домов центральной части города. В данный момент мы находимся на восточном квартале А, дом 4. Как вы видели, в подвальном помещении творится хаос. Получается, что каждый, что хотел, то и делал. Узел управления не оборудован. Получается, еще в данном долге имеется дебиторская задолженность. Дом является бесхозным, нет органов управления, нет старшего по дому, нет слесаря. И из-за этого, получается, мы произвели отключение. Для повторного подключения к сетям теплоснажения жителям помещений, в которых отсутствуют органы управления, в первую очередь необходимо выполнить все технические требования, оплатить долги и обязательно создать какую-либо форму управления. Это может быть ОСИ – объединение собственников имущества или простое товарищество. На смену КСК по закону пришли ОСИ – объединение собственников имущества, ИПТ – простые товарищества. Для их создания жители должны провести собрание. На первом собрании собственники квартир, нежилых помещений должны выбрать членов совета дома, которые будут представлять интересы квартир, нежилых помещений по вопросам управления и содержания общего имущества. Жители квартир и собственники нежилых помещений обязаны выбрать одну из двух форм управления. При этом обе формы управления объектом кондоминиума будут работать по принципу «один дом – одно объединение» или «простое товарищество – один счет», который подразумевает, что каждое объединение собственников имущества или простое товарищество будет открывать собственные текущие изберегательные банковские счета. Тут же создается ревизионная комиссия с трех человек и составляется протокол. После всех бумажных вопросов нужно прийти к нам в жилищную инспекцию. После проведенной нами проверки руководитель органа управления идет в налоговую, где ему присваивают БИН для того, чтобы жители могли оплачивать услуги. Присваивай теперь. Как отмечают инспекторы, год от года должники одни и те же, поэтому приходится идти на крайние меры. Добавим, что все отключенные от теплосети здания рискуют остаться без тепла и в зимнее время. Чтобы этого не произошло, жильцам необходимо выполнить все прописания отдела жилищной инспекции. Зайдем Ахсад Казасум, Картолумхан, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. Как сообщил Акимат Семия, на автогужевом мосту в Семии обвалилась плита. Движение закрыто до заключения специалистов, которые проведут обследование. Инцидент произошел 9 августа около 8 часов вечера. На правой тротуарной части автогужевого моста произошел сдвиг пешеходной плиты. На место выехали заместитель Акима города, представители отдела транспорта и автомобильных дорог и дорожно-патрульной службы. В целях безопасности принято решение закрыть движение на мосту для автотранспортов движений и для пешеходов, сообщили в Акимате города. Напомним, что в начале мая мост закрывался на текущий ремонт, который проводился в течение трех дней. Также разработан проект по его реконструкции, предусматривающий строительство рядом четырехполосового моста. Проект сейчас находится на государственной экспертизе. Предполагаемый срок строительства нового моста – более двух лет. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова